Всем привет! С вами снова Слава Дружу Обломов! Ну что? Ну что, народ, надоели рецепты с черной икрой? Надоели крабы? Надоели лангустины? Этот рецепт для вас, для тех, кто жаловался, что очень много дорогих и сложных блюд. Этот рецепт, во-первых, офигенно вкусный, во-вторых, ингредиенты есть вообще в любом магазине, и, в-третьих, все, что вам нужно для приготовления, это не куча каких-то там плошечек, мисочек, а всего лишь одна сковородка. А спонсор видосика мой кастрюльно-сковородочный спонсор Биол. У них вышла новая линеечка сковородочек, называется Титан Алл. Сверхпрочное антипригарное покрытие нового поколения. Оно шероховатое, поэтому в разы долговечнее и прочнее. Причем на нем можно использовать даже металлические лопатки. И, кстати, можно готовить без масла. То есть эта сковородочка антипригарная, еще на ней можно елозить железными при этом лопатками, и при этом еще и готовить без масла. Ну и, конечно же, ручка отчекрыживается, и можно все это дело в духовке блюда доводить, дозапекать. Короче, Биолу огромное спасибо, ссылочки находятся в описании. Итак, идем в магаз и покупаем обычную курочку. Вот такую вот филеху. Можно готовую филеху, можно на остове. И, собственно, отчекрыживаем вот так вот от всего этого дела мясцо. Куриные остовы сразу же кидаем вариться. У нас парочка остовов будет из двух грудок. Нам не обязательно, но очень желательно получить из них куриный бульон. Густой-густой куриный бульон, хотя бы пол чашечки. Но можно этого не делать, если вы торопитесь. Да, кстати, вываренный бульон может просто месяцами храниться в морозилке. Я вот этот выварил сегодня с утра, но просто сейчас, чтобы оператора не задерживать. У меня есть полстакана загущенного бульона. Фишка его в том, что он нужен в очень многих рецептах. И буквально вот просто из самого бульона с небольшим количеством поджаренной муки уже получается офигенная подливка. Поэтому раз в полгода кастрюлю выпаривайте, чтобы у вас был один контейнер вот такого густого бульона в морозилке. А когда надо, просто достаете и отламываете, сколько вам нужно. Расслаивать на кусочки мы это дело не будем. Но чтобы курочка стала более плоской, просто берем и чуть-чуть ее вот так придавливаем. Получается вот такое равномерное для прожарки мясо. Можно, конечно, кусок мяса отбить молотком, но обычно молотком отбивают для того, чтобы кусок мяса стал нежнее. А у нас все это дело и так будет вариться, тушиться в сливочках, с корочкой. Поэтому нам нужно просто, чтобы площадь соприкосновения была больше. Для этого достаточно просто вот так вот расключить доской. На данном этапе нужно курочку присолить и приперчить. Но можно взять, если не хотите париться, просто пакетик готовых каких-нибудь смесей для курицы. Их там в десяток видах в любом супермаркете есть. Впрочем, обычная смесь перцев. Здесь белый, красный, черный и зеленый перцы заходят вообще к чему угодно. К тому же свежемолотый этот прям аромат на всю кухню. Немножечко вот так вот скромненько присаливаем каждый кусочек. Чисто для симметрии, потому что у нас все это дело будет тушиться еще в мега сливочной грибной подливочке. Поэтому мы можем туда соли добавить вообще в любой момент. Это мы так делаем. Можно сказать для красоты, просто потому что надо. Знаете, поперчили, надо и посолить. Просто я как Шелдон, который три раза все повторял. Типа, если есть перец, ну надо и посолить просто. Врубаем газ. У нас сковородка антипригарная, но все равно, чтобы была мощнее корка. Да и вообще, как бы без оливоча не надо. А с оливочем пусть будет. Вот так, маслица. Чутка добавляем. Она уже горячая. И выкладываем курочку. И по 4 минутки с каждой стороны. Секретный метод задавания чему угодно корочки переходит из поколения в поколение и называется не трогай. Просто не трогай. Оно само там заколируется. Этот секретный метод работает и для овощей, и для мяса. Переворачиваем. Прошло 4 минутки. Вот такая корочка нам была нужна. Просто великолепно. Отлично. Ну и также 4 минутки с другой стороны. Выкладываем нашу курочку на фольгу. И фольгой заворачиваем, чтобы она, во-первых, дошла внутри, оставалась теплой и мягенькой. Ну вот так. И вот так кучкой, кучкой, чтобы все тепленькое было. Но дело только в том, чтобы она совсем не стала ледяной, чтобы ее потом с нуля не разогревать. Пускай лежит где-нибудь сбоку, она так будет до часа оставаться теплой. Если сковородка антипригарная, и вам нужно опять на ней что-то пожарить, но остались какие-то зашкваринки, то можно прекрасно не мыть ее, знаете, не разводить там фейри, не вонять, а просто протираем салфеточкой. И все, начинаем жарить дальше. Во-первых, берем две головочки обычного репчатого лука. Кто выпендривается, может взять какой-нибудь шалот и мелко-мелко режем. Я луковый диджей. Вот так. Шалот у нас, как всегда. И вот так вот. И вот так вот. И стараясь не отрезать пальцы. Ну и как всегда нам понадобится... Сочеснок. Опять. Оливыча. И пока оливыча разогревается, мелко-мелко режем шампиньончики. Точнее, тонко-тонко. Сейчас я постараюсь нарезать один шампиньон максимально быстро. Да. И даже с пальцами. Сначала вываливаем лучок и чесночок. Ну, пара луковок и несколько чесночинок. И начинаем обжаривать. Мгновенно все это дело впитает масло. Поэтому лучше добавить еще сливыча. Ну, просто чтобы было. Обжариваем все это дело до легкой вот такой золотистости. Прям чуть-чуть-чуть-чуть золотистости. И как только чуть-чуть подзолотилось, добавляем грибочки. И подзолачиваем грибочки. Когда грибочки будут готовы, лучок будет прям уже такой шкварочки-шкварочки. Я добавил еще здоровенный кусок масла, потому что грибы сейчас это масло просто съедят. Нужно, чтобы они не подгорели. Сейчас вы увидите, как все это дело усядет. Как и бульон, еще один необязательный ингредиент это коньяк. Вот полстакана коньяка любого. Но на самом деле лучше не брать совсем-совсем уж дерьмовый. Потому что в нем не будет вот этого коньячного вкуса. Мы добавляем коньяк, чтобы у нас в соусе сливочном был вот этот вот оттенок коньяка. Само собой, весь алкоголь мы сожжем. Погнали. Коньяк выпарился, а офигительный аромат остался. Теперь нам нужен стакан бульона и два стаканчика сливок. Бульон, собственно, вот такой кубик в стакан разводится просто-запросто. Просто заливаем все это дело кипяточком. Вот так. И оно растворяется. Получается стаканчик с бульоном. Концентрированный бульон растапливается в теплой воде очень быстро, превращаясь просто в густой бульон. Теперь добавляем бульончик сюда и добавляем два таких же стакана сливок. Не супер жирных, просто сливок. Ставим максимальный огонь и пускай оно выпаривается. Так, это один был стакан, а вот второй стакан пошел сразу прям вот так жирно. Как только сливки начинают загущаться, нужно применять сыр. Какой сыр? Идем в инет и просто гуглим, какой сыр растворяется в сливках. Есть российский, есть голландский. Много сортов сыров можно превратить в соус. Но чеддер это самый такой желтый и от него реально идет такой сырный вкус. Поэтому лучше брать обычный чеддер, если на него есть бабки, конечно. Добавляем хорошую горсть. В горячих сливках чеддер, даже вот так вот тонко не потертый, растворяется практически мгновенно. То есть вот я размешиваю, размешиваю и все, его нет. Ни кусков нет, ничего. Только сливки стали чуть более желтые и сырные. И как только видим, что все это дело загущается, возвращаем курочку в сырные сливки. И загущаем до той степени, которая вам подходит. Ну а собственно, как только все это превращается вот в такое густое сливочное безумие. Пахнет это офигительно. Можно хоть с картошкой, хоть с макаронами. Но фишка в том, что это блюдо делается реально. Все блюдо в одной сковородке. Вырубаем, можно макарошек сварить. Макарошки варим 10 минут и сливаем. Огромное спасибо Андрюхе Мотору за удменскую прихватку. Наматываем макарошки. Сколько наматывается. Можно это делать вот на такие щипцы. И по центру выкладываем, типа, как такое горизонтальное гнездо. Я выложу рядом. Не совсем по ресторанному, но ладно. И самое главное, это, конечно же, подливка. Огромное количество сливочной с грибами подливки. Собственно, в этом и штука данного блюда. Ему больше ничего не нужно. И на макарошки, чтобы было, для этого подливы нужно много. И давайте отрежем кусочек. Внутри полностью готовая курочка. Вот. И обмакиваем, само собой. Вот так. Попробуем. Ставьте лайк, если хотите больше рецептов из обычных магазинных продуктов. Будет много лайков, пойму, что вам это нужно. А я попробую. Лучше все-таки добавлять коньяк. Коньяк вот он next level делает. Но без него тоже офигенно вкусно. Грибочки тают во рту. И слабый-слабый сырный вкус. То есть мы не добавили туда... Это не сырный соус такой, чтобы прям... Мы туда весь кусок чеддера добавили и ждали, пока он расплавится. Этот сыр просто делает соус более золотистым. И дает такую легкую-легкую сырную сливочность. Это просто... Это божественно. Еще кусок. Конечно, выглядит это не так круто, как, например, стейк. Но по вкусу это прям вот... Я не знаю, тут готовить минут 40. Но на вкус это просто 10. На вкус это 10 из 10. Причем к макаронам ничего придумывать не надо. Этим соусом смачиваются, увлажняются макароны. И становятся божественной пастой. В общем и целом мораль какая. Я не могу посоветовать вам делать рецепты из крабов. Их хрен достанешь. Я не могу посоветовать вам делать рецепты там с черной икрой или какими-нибудь мега креветками. Потому что это очень дорого. Вот это офигенно. Да, вам придется купить сливки. Да, если у вас есть дома там чуть-чуть коньячка осталось, просто зашибись будет. Можно обойтись, конечно же, без бульона куриного. Можно кубик магии растворить в стакане и тоже будет нормально. Но вот именно это сочетание, то есть курочка, сливки, грибочки и немножко чеддера, оно божественное. Просто попробуйте это сделать прямо сегодня. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и подписывается на канал. И оставляйте комментарии, как бы вы улучшили этот рецепт. Просто я серьезно, я не знаю. Типа, что, что, что здесь можно лучше сделать? Супер нежно, супер сливочно и со вкусом коньячного соуса. Если кто-то скажет, как улучшить, я проверю, право вы или нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok